Продолжение следует... Какие будут предубеждения, которые во мне, например, были, возможно, у вас есть что-то такое, какие задачи перед собой можно поставить перед гипнозом, что он может решить, как улучшить вашу жизнь. И так обо всем по порядку. Ну, о предубеждениях. То есть я вот раньше тоже думал, что вот есть там какой-то цыганский гипноз, есть сценический гипноз. Да, это все шушера, которая к настоящему гипнозу имеет очень косвенное отношение. Если говорить о подлинном гипнозе, то причем он почему-то сильно искажен, оболган, так сказать, мнение о нем в массах. Но это специально делается, потому что рабам разрешено какие-то непонятные вещи. Им разрешено праздники праздновать по поводу, без повода. Зайдите в любой магазин продовольственный, там 20-30% полок это алкашка. Вот алкашка у нас разрешена, сигареты у нас разрешены, жрать там всякое пластмассово-резиновое говно у нас разрешено. А что-то действительно стоящее, важное, нужное, полезное, оно у нас под запретом. Вот, например, как раз тот же самый гипноз. Слово гипноз давайте расширим. В общем-то, правильно называть его кармический гипноз или психоделический. Что такое кармический? Вот многие люди обращаются ко всяким там бабкам, гадалкам, нумерологам. Вот, людям, которые что-то там заговаривают, рассказывают от вашего дня рождения, еще чего-то там. Почему гипноз считается, а, есть еще карма, судьба, то есть все, что ты делаешь, тебе прилетает. То вот, фактически, кармический гипноз, он позволяет, как вот, знаете, многие хотят вернуться в прошлое, все бы переделать. Да, вот это вот сделать по-другому, это вообще не делать. То вот кармический гипноз, он позволяет зайти в ваше прошлое, найти причину психотравмы, удалить этот корень. И у вас фактически сразу меняется ваша судьба. У вас меняются полностью взгляды на себя, вы начинаете по-другому взаимодействовать с другими людьми, у вас растет там уверенность, у вас нету триггерящих каких-то чувств, которые вас кучу энергии забирают. Ну вот, гипноз легко в три темы улучшает жизнедеятельность человека. Это финансы, деньги, это отношения и это здоровье. Там всякие психосоматические заболевания, то есть все, что связано изнутри. Это и алкашка, все зависимости, это онкологии, это разные куча там есть эндокринных проблем. Например, у детей это там энурез, это заикание легко убирается, куча-куча там всяких заболеваний. То есть вот психосоматически это все, что не извне. Извне это болезни, там ожоги, укусы, ссадины, порезы, там то, что внешне на вас воздействовало, там переломы и так далее. Все болезни, которые изнутри, потому что, ну если вы увидите и посмотрите там на пятилетнего ребенка и человека, который тот же самый, но ему в 50 лет. У него там уже по энергетике отличаются они, по здоровью отличаются и все. Все вот эти вещи может восстановить гипноз. Да, не бесплатно, да, может быть для кого-то кажется, что недешево, но на самом деле, если на чашу весов положить вашу жизнь, ваше здоровье, ваше отношение и то, что гипноз, он там может вернуть вам просто дохренище всего. Я очень часто людей сейчас спрашиваю, некоторые люди просто живут и думают, что вот так они могут нащупать свою изобильную жизнь. Я спрашиваю первый вопрос, это как ты думаешь, ты по своему призванию, предназначению сейчас работаешь или нет? То есть многие люди даже просто и не задумываются и не понимают, вот что они сейчас делают, зачем они ходят на ту или иную работу, зачем вот это или иное действие. И второе, что я спрашиваю, это как ты думаешь, насколько ты от своего потенциала от нуля до 100% распаковался, расчехлился, находишься на высоком уровне достижения того, что тебе было изначально предначертано или нет? Какие чувства легко убирает вот этот вот кармический или психоделический гипноз? Ну, прежде всего, это вот главное чувство, это страхи, вину, обиду, это агрессия, это там ненависть, зависть, стыд, неуверенность и прочее, прочее. Представляете, вот если убрать, просто удалить из вас вот эти вот чувства, насколько в вас будет работоспособность, уверенность, достигаторство и так далее. Если вы уже задумываетесь над тем, было бы неплохо, чтобы вот этих отрицательных качеств у вас не было, запишитесь на бесплатную консультацию, где я вам покажу все ваши там негативные самоопределения, покажу вам навигацию вашего подсознания, как попасть, как пройти через критический фактор, причем в осознанке это все сделать бесполезно. Я в этой области был до гипноза, да, в области психологии, в области бизнеса около 30 лет, то есть я занимался тем, чтобы вот расчехлить человека, чтобы он пошел к своим целям. И в осознанке это сделать почти невозможно. Как правило, вот с чем человек пришел, вот с чем с этим материалом, ну ты какие-то костылики ты ему подставишь, там что-то ты ему сделаешь, промотивируешь, его на 2-3 дня хватит, потом опять он должен прийти к тебе, опять быть птицей, ежиком ты должен опять его футбольнуть, а он опять не летит. Вот ежики это вообще не летающие птицы, да, у тебя на ногах остаются иголки от этого. И ежик чувствует какое-то насилие, манипуляторство и прочее, да, поэтому правильно вообще зайти с другой стороны. Это самое эффективное средство для уничтожения психотравм детских и для возвращения тебя в ресурсное состояние. Здесь под роликом мой телеграм-канал, пока еще консультация диагностическая бесплатная, воспользуйтесь этим моментом, записывайтесь. Мы поудаляем кучу всего ненужного, говнопрограмм, которые, кстати, установлены в вас помимо вашей воли. И еще, кстати, хотел добавить, некоторые люди думают, что гипноз это что-то особенное такое. Гипноз это просто сфокусированность на решении одной задачи. Например, вы бываете в состоянии гипноза 4-6 часов в сутки и без того, что вы ощущаете, что вас кто-то погружает. Самые лучшие средства для погружения в гипноз это телевизор. Вы под телевизор многие вещи делаете на автопилоте. Это чтение книг, это состояние влюбленности. Это вот, например, если вы что-то делаете на автопилоте, сели за руль и там едете и даже не понимаете, как вы, то есть вы назначили, куда вам приехать, а там куда вы, какой дорогой вы свернете, вы это делаете на автопилоте. Или состояние после пробуждения и перед засыпанием, это тоже все гипнозы, гипнотические состояния. Если вы ходите в церковь, кстати сказать, то там все построено на гипнозе, абсолютно. Там все эти ритуалы, это все гипнотические сеансы. Поэтому бояться гипноза не нужно. Это просто, причем гипноз делается, вам даже не надо, чтобы гипнотерапевт был от вас на состоянии вытянутой руки. То есть это вы можете быть, я сейчас кучу сеансов проводил и в Америку, и в Европу, и в Азию, и в Турцию, и в Израиль, и прочее, прочее. Сам был в состоянии, когда мне вынимали мои психотравмы и проводил такие сеансы. Поэтому если вы досмотрели до этой минуты, то у вас, наверное, очень серьезные...